Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. Не лайф, не лайф. Сегодня у нас будет небольшая распаковка аксессуаров для дома. Первым у нас будет карабасом вот такая вот колбаса. Попробуйте догадаться, что здесь, а я пока открою. На карантине нам делать нечего. Смотрим телевизор, занимаемся спортом и развлекаемся покупкой каких-то товаров на Амазоне. У меня уже все готово. Можно доставать. Кто догадался, пишите в комментарии сразу. С пометкой догадался до обзора. Линейка с дырками, чтобы можно было на стене нарисовать дырочки и закрепить крепление. Кто-то уже догадался, что это? Подставка для подвески телевизора? Не угадали. Пакет с аксессуарами и собственно сам гаджет. Блин, он большой. Тут у нас еще коробочка с аксессуарами. Это, наверное, крепление, собственно. И вот такой вот. Опа! Карабас уходит в сторону. Он нам не нужен. Но, наверное, уже все догадались, что это портативная аудиосистема. Звуковая колонка. Называть можно как угодно. Глянцевый, черный, лаковый корпус. Так, ну вот, в общем, это низ. Это у нас контактная группа, скажем. Скажем так, что сюда можно подключить, если вдруг не хватает соединения по блютузу. Ну и, собственно, вот крепление на стену. Кнопки управления. И вот такая вот лицевая панель. Решили мы попробовать послушать звук через колонку. С телевизора, может быть, это будет интересно, может быть, нет. Если это будет неинтересно, в принципе, то у нас колонки на телевизоре хорошие. Если это будет неинтереснее, чем через эту колонку, то эта колонка пойдет для воспроизведения музыки. Так, значит, что у нас есть? У нас есть блок питания, от которого она запитается. У нас есть крепление на стену, где-то те скобы, как я вам уже показал, можно будет на стену положить вот этот трафарет, приготовить, отметить дырочки, чтобы не прыгать с линейкой. Сразу положены джубеля, сразу положены саморезики и положены непосредственно крепления, которые будут это все дело крепить. Причем, как интересно сделано, я решил достать, показать. Опа! Сюда мы сможем закрутить вот такие вот болтики. И потом на них вот так вот оденется и повесится сама эта колонка. В общем, все предусмотрено, все сделано, все здорово, удобно и не надо ни за чем ходить. Так, в общем-то, это ее лицо. Подключить можно любой девайс по Bluetooth. Точно так же и телевизор будет подключаться. И в этом пакетике смотрим, что у нас тут за комплект. Значит, у нас есть батареечки, у нас есть AUX Cable, чтобы, например, воткнуть его ну, в любое аудиоустройство и соединить с этой колонкой. У нас есть вот такой вот модный пульсик. Аккуратненький. У нас есть кабель, как же он называется-то? Сказать, световой будет неправильно. Оптический кабель. Вот, оптический кабель. Можно соединить телевизор с этой колонкой оптическим кабелем или любой другой аксессуар. Ну и все. И у нас есть руководство пользователя. Как соединять, что делать и что почем, какой хоккей с мячом. Так, можно озвучить ее характеристики, наверное. Можно было бы. Можно было бы, конечно, включить, но я думаю, все равно не передаст запись с телефона объем звучания. Поэтому мы это делать не будем. Я сейчас попробую глянуть, сказать, насколько она ват. Если я это сразу увижу, потому что кто-то заказывал, то я видел, но конечно же я не помню, какой она мощности достаточной. Почему-то вот так вот в глаза и не бросается. Ну да ладно. Это не главное. В общем, проведем испытания, так сказать, на телевизоре. Проведем испытания подключения к телефону. И потом я вам расскажу, стоит ее покупать или не стоит. И что это за зверь. Ну, в любом случае, я думаю, это не инновационный продукт. Уже многие его имеют. Мы купили его, чтобы, как я вам сказал, поиграться и посмотреть, как будет звук отличаться от того, который идет с телевизора. И, собственно, в общем, вот такая вот игрушка. Ну, единственное, что я хочу сказать, что динамики там, наверное, стоят достаточно интересные, потому что она очень тяжелая. У меня был опыт покупки давно такой вот похожей колоночки. Но я ее купил чисто, чтобы поиграться. И она была такая очень легкая, и звук из нее был, соответственно, тоже очень легкий. А это чувствуется так повешу, что там, наверное, хороший сабвуфер в нее встроен, и должен звук идти очень интересный. Вот. А я убираю все эти прибамбасы, которые пришли с колонкой, чтобы показать вам еще один аксессуар, который я заказал там же на Амазоне, который тоже для дома. Получается, звук есть, а света нет. Поэтому, чтобы не было грустно слушать музыку, надо сделать соответствующее освещение. И поэтому к тому диско-свету, который у нас уже есть, мы добавляем вот еще одну такую модную коробочку. Я, честно говоря, ожидал, что она будет больше, потому что в ней лежит четыре лампочки, как вы уже увидели и догадались. Вот. И, в общем-то, как-то они такие, не знаю, почему я думал, что они будут больше. Все упаковано хорошо. Опа! Вот такие классные четыре лампочки светодиодные. Здесь у нас, как обычно, гарантийничек. И мануал с QR-кодом, по которому можно скачать приложение. И, как вы видите, вот так вот настраивать свет. То есть, тут уже и на коробке видно, что она цветная. Значит, эти лампочки могут светить от холодного до теплого белого. А также они могут делать разную световую гамму. Управлять можно с телефона, управлять можно голосом, используя Amazon Alexa или используя Google Assistant. Вот. Что в них прикольного, что все они будут работать независимо. Каждую можно настроить как это сказать, ну, на отдельный канал. И, то есть, например, можно подключить к телефону все эти четыре лампочки, поставить их в абсолютно разные приборы. Например, вот в этот торшер две поставить, вот там стоит один торшер, одну поставить. Можно поставить в детскую комнату, можно поставить в эту люстру. и каждой лампочкой можно будет управлять отдельно или задать ей режим работы. В общем, вариантов много. Также они могут работать под музыку, также они могут светить постоянно. Ну, в общем, кто-то, наверное, уже пробовал играться с такими лампочками, кто-то нет. Я думаю, что это будет весело. Имея колонку, имея телевизор, имеем феноменальную светомузыку, делаем дискотеку и отдыхаем. Сейчас я хочу подвести небольшие итоги вот этих, по этим двум продуктам, которые вы только что посмотрели на распаковке. Значит, давайте сразу коснемся звука. Если у вас хороший смарт-ТВ или довольно-таки современный телевизор, и вы хотите получить звук лучше, чем из телевизора, значит, не надо покупать колонку, которая, скажем так, на нейм, на бренд и прочие дела. Как показало вскрытие, скажем так, эта колонка, ну, способна всего лишь на воспроизведение такого средненького звука, ни о каком объеме речи быть не может. И, скажем так, вот я говорил на распаковке, что когда-то я покупал совсем недорогую колоночку, это буквально было, как только мы приехали в Америку, та колонка стоила что-то порядка 30 долларов, и она издавала такой звук, очень посредственный, вот, и, скажем так, вот эта вот колонка теперь за 80 долларов, и, как я сказал, она такая достаточно увесистая, то есть, я ожидал, что там стоят какие-то хорошие динамики, не знаю, что там стоит, может, там гантель лежит, в общем, звук из нее, скажем, по большому счету, как из ведра, то есть, она не способна не дать нормальный звук для аудиозаписи какой-то, и уж тем более, она не способна воспроизводить эффекты с какого-то крутого фильма, поэтому колонка отправилась назад на Амазон, вот, а что касается лампочек, я тоже был слегка расстроен, почему, потому что их не удалось подключить, проблема в том, что наш модем раздает Wi-Fi на 5 кГц, в принципе, он от 2-4 до 5, но невозможно выставить эту частоту вручную, то есть, он автоматически ее сам, ну, я небольшой специалист в этом, создает, делает, раздает, или что он там с ней делает, в общем, все телефоны, все гаджеты, которые к нему подключаются, подключаются автоматически, после ввода пароля в раз и навсегда, как говорится, и все прекрасно работает, вот, эти лампочки надо при подключении обязательно почему-то подключать на 2.4, и как я не мучился, как я не старался, и уже потом Антоша со своим телефоном подключился, и мы вместе, и по отдельности, и пытались, 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 никак не удалось нам их подключить, хотя приложение достаточно было удобное, простое, интуитивное, все очень просто делается, но лампочка просто не коннектится с Wi-Fi, и не подключается, поэтому они тоже отправились назад на Amazon, вот такая вот получилась распаковка, которая, ну, скажем, что может сказать, что если вы хотите хороший звук, купите хорошие колонки, в общем-то, я всегда, скажем, придерживался такой мысли, ну, как я вам сказал, от нечего делать, вот сидим, играемся, я думал, попробую, может быть, она подойдет под телевизор, если не подойдет, куда-нибудь пойдет в детскую, или куда-нибудь в другое место, чтобы слушать там музыку, например, когда спортом занимаемся, или еще что-то, но она, в принципе, не способна ни на что, и точно так же получилось с лампочками, я сейчас буду искать другие, которые подключаются на пятерку, чтобы, ну, поиграться со светом, вот, а со звуком, все-таки, видимо, придется брать хороший ресивер, и какой-нибудь звук там 5.1, или там, что там, 6.1, или 6.2, чтобы были сабвуферы, чтобы были колонки по периметру комнаты, ну, чтобы действительно уже, если делать звук, то делать, а все эти игры, это вот трата денег. А вы были на канале Наши Дизайнеры, нажимайте свой лайк, пишите ваши комментарии, и увидимся в интернете, до встречи, бай-бай. Бай-бай. Бай-бай.